привет ребята как и обещал обзор по работе магнитолы начинаем с посадки в машину после ночной стоянки на улице видите минус два с половиной заводим мы не толком он включается ждем запуск android все дела своим до салта сразу скажу что была мысль отправить назад в китай ну передумал слишком дорого стоит вот видите тачскрин после того как остывает не реагирует на нажатие смотрим время на 13 56 сейчас несколько минут прогрею дальше покажу смотрим но пока снег чистил с машины прогрелась до салон тверь чё дело зажигание выключаю вытаскиваю ключ она вырубается полностью там настройках можно задать время ожидания ну то есть чтоб она не загружалась у вас каждый раз когда машину заглушили там вышли например на пять минут там куда-то да и потом заводите она у вас грузится опять то есть можно режим ожидания задать я отключил потому что вот такой косяк с тачскрином зимой не знаю может блин зря не отправил китаезом назад потому что по отзывам смотрю у кого нормально пишут там минус 40 мороз неделю проблем не было у кого-то пишет такая же фигня ну короче получается салон прогрелся она перезагрузилась можно кнопку здесь перезагрузки нажать но тогда время сбивается а так как gps бывает ловит плохо я поставил обновление время gps она долго времени прогружается ну вот чё включилась все тачскрин работает отклик нормальный русский рок слушаем еще такая современная музыка у меня есть вырубаем ну чё по порядку вот на загрузилась у нас магнитола такая менюшка что-то у нас навигация радио музыка bluetooth видео настройки приложения пойдем по порядку навигация у меня яндекс навигатор загружен стандартную программу китайскую удалил сразу работает нормально не тупит единственное что после включения видите сейчас джипс не ловит погода на улице дрянь снег метет может из-за этого режим многозадачности дальше радио тут все ясно понятно вот играет здесь кнопочка автоматический поиск станций дальше у нас что ну музыка понятно уже показал bluetooth коннектится вполне нормально с телефоном сейчас на мобиле bluetooth выключен поэтому не покажу видео 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 оба каникула в простой квашен у меня ребенок смотрит по дороге в детский сад старая версия есть новая вот видите матрешку нормально читает а или другие форматы пока не пробовал ну по идее плеер должен проигрывать вот здесь вот установки автомобиля смотрим вот оно время ожидания про то что я говорил у меня на ноль стоит touch ассистент это вот такая вот кнопочка здесь появляется принципе тоже мне не нужно громкость при заднем ходе вот интересная штука у меня парктроник стоит не штатный отдельно сам ставил и как бы удобно когда задний ход втыкаешь она притухает музыка если громко играет нормальная вещь вот здесь можно выбрать логотип загрузки пароль 5 6 7 8 в инструкции есть то есть вот тут кар navigation android до салту это я поставил skoda welcome to volkswagen audi дальше много всяких логотипов понятно сброс настроек удаление всего содержимого дальше настройки дисплея днем ночью кстати день ночи он определяет по включению габаритов в авторежим громкость источников это тут медиа навигация bluetooth и так далее все интуитивно понятно звук он тоже интересные настройки предустановлены здесь можно менять как он вперед назад лево вправо вот эта кнопка сброс серединку видео запрет в движении то есть у нас когда едете на машине не будет включаться видос линии ассистента парковки кому надо кому нет кондиционер я так и не понял чего китайцы тут имеют ввиду так что поэтому ничего не расскажу заднюю камеру еще пока не поставил наверно все-таки закажу себе фонарь подсветки номерного знака потому что не хочу там эту колхозить которую китайцы прислали навигация вот вот здесь кстати можно задать путь к программе навигации которая у вас будет включаться при нажатии на кнопку на и здесь у вас сразу показывает загруженные программы выбираете из них ну вот у меня яндекс навигатор пока микширование это то есть громкость его дальше bluetooth будут автоматическое соединение поднятия управление с рулями они мультируль поэтому дальше вот смотрим версия по здесь системные настройки есть пароль к ним четыре восьмерки включаем здесь видим радио тут можно зону настроить там европа азии так далее а мфм ну я вот получается оставил три режима fm а им вообще убрал здесь can type выбирается то есть вид кан шины у меня стоит единичка volkswagen если полистать там много разных всяких громкость но здесь вот можно добавить по умолчанию плюс минус там и так далее на английском интуитивно понятно иконки меню это вот которые на главном экране отображаются вот из того что здесь еще есть можно добавить убедить кто подключает в принципе больше ничего такого интересного а вот камеру еще можно добавить настройку быстрого доступа регистратор все-таки планирую подключить у меня вот такой вот скрытой установки с вайфаем видите на и шнур там у нее не избежно идет а просто желтенький попробую подключить потом покажу дисплей настройки дисплея там контрастность и так далее идти это режим изображения кей это я так понимаю для загрузки клавиатуры либо для перепрошивки сам еще не разобрался язык по умолчанию русский остальные настройки здесь интересно особо не разбирался что здесь настраивал это авто навигация выключена и камера detect это то есть при включении заднего хода у вас переключается на заднюю камеру и эту функцию отключил и поэтому у меня картинка не меняется когда задний ход включая меня просто притухает громкость музыки вот если ее включить то получается в заднюю передачу включаете у вас автоматически здесь выводится на дисплее задняя камера у меня она отключена поэтому я здесь галочку переставил что такое mp тоже я вот нифига не разобрался ну скорее всего из серии каких-то обновлений и загрузок вот это что касается основного меню дальше приложения навигация радио видео музыка bluetooth все понятно айви им это вот когда вы подключаете камеру через лайви здесь как раз таки будет у вас сигнальчик информация автомобиля при открытии дверей кстати автоматически запускается программка видим топлива температура аккумулятор ремень ремень у меня кстати не показывает ручник тоже и вода фиг здесь обороты скорость пробег смотрите дверь открывая класс открылась сразу на картинке все четыре двери показываю очень удобно если тот дверь не закрыл сразу видно кто загрузки загрузки это то что вы соответственно через play market там загружаете в настоящий момент либо какие-то файлы инструкция есть стандартная иконка инструкция на английском найдено также у меня на флешке я ее скинул смотрел формате pdf она сама английском но расписано и по настройкам там и так далее дальше аидо 64 это я уже установил навигатор по видеть и вот она информацию дает оперативка гиг всего память оперативной доступна внутренняя и так далее модель видите какая 88227 эльдема у нас про процессор четырехъядерный cortex a7 отображение разрешение экрана как и пишет китайцы 124 на 600 вот что интересно android про что я говорил android 6 китайцы заявляют что 8 врут негодяи дальше у нас chrome easy connected программка для показа дисплея смартфона я вот iphone подключал но качество дрянь поэтому фигня и с проводник это собственно говоря проводник и есть гпс тест но кстати видите джипс не ловит но сейчас есть прокатиться минут пять поймает сигнал сейчас не один спутник не показывает mapcam это я вот загружу загрузил приложение но у меня фоновом режиме там настройках самого приложения запускается автоматом и предупреждает про камеры прочего дороги play market youtube виджеты стать не добавляются на главный экран если что-то хотите добавить вот так из настроек android пишет на этом экране все занято ну вот как то так вроде показал рассказал как и обещал спрашивали у меня про отклик видите отклик дисплея вполне нормальный единственный косяк я с него и начал с минусов это вот тачскрин и холод ну чё сейчас прокатимся покажу как она в работе смотрим дальше не переключаемся ну вот ребятки продолжение обзора магнитолы вот так она работает чё у нас яндекс навигатор сервис предупреждений mapcam мой музыка играет все в принципе нормально не тупит пока как-то так сигнал gps частенько пропадает все заказал новую антенну gps глонас вот поставлю посмотрим как она будет позиционировать пока все в норме единственный минус это то что мерзнет тачскрин вот так предупреждения сарападу 40 в общем в целом норм рекомендую спасибо за просмотр всем удачи